Меня зовут Юлия, я выпускница Европейской школы психологии. И начать свой отзыв я хочу с демонстрации результата в обучении в школе. Собственно, это и есть запись этого видеоотзыва, так как до обучения в школе я и представить не могла, что я смогу говорить на камеру. У меня были огромные страхи, у меня была неуверенность, у меня была зависимость от чужого мнения. И это всё мне просто блокировало мой голос. Я и слова сказать не могла. Я хочу выразить огромнейшую благодарность Кристине за такой проект, за возможность обучаться, за возможность познавать себя, за возможность развивать, за ту поддержку, которую оказывают в школе на протяжении года, за внимательность, за понимание. Огромная-огромная благодарность. Как я попала в эту школу? Где-то в сентябре-октябре месяце у меня уже остро стоял вопрос, что я хочу поменять что-то в своей жизни. Я хочу заниматься тем, что приносит мне удовольствие. Я чётко понимала, какой я хочу быть, как я хочу относиться к каким-то ситуациям, к каким-то, даже иногда, как мы говорим, проблемам, как хочу взаимодействовать с окружением. Я много искала, много читала, но вот как-то ничего мне не откликалось. Казалось, что это не то. И тут я увидела анонс Кристине об Европейской школе психологии, анонс об обучающей программе, о том, что идёт набор на годовое обучение. И это мне заинтересовало. Так как я очень давно уже увлекалась психологией, я много читала, но мне даже недомысли были переквалифицироваться на психолога, но тоже была какая-то неуверенность. И я решила попробовать обучение. Я очень тщательно ознакомливалась с программой, но, естественно, у меня возникали большие-большие страхи. Действительно ли это мне надо? А действительно ли это мне поможет? А получу я, получу или не получу то, что будет заявлено? Сомнений было много. И когда я уже приняла решение, что решение было таковым, что если я не попробую, я не пойму, нравится мне это или не нравится. Я не пойму, как это работает. И это решение уже было принято буквально в последние дни окончания набора. И похоже для меня было, как да, я успела в последний выход уходящего поезда. И я ни на минуту не пожалела. Обучение в школе дало мне колоссальный результат. А что мне вообще очень понравилось в школе, так это взаимодействие с учениками. Это для меня очень важно. Когда ты в этом океане материала, в океане информации не тонешь, а при малейшем каком-то сомнении, при малейшем возникновении вопроса, я могла обратиться и к Сергею, и к Наталье. Мне всегда оказывали помощь. Мне важно также то, что всё, что было задявлено в программе, всё я получила, даже намного-намного больше. Огромную ценность для меня это имела практика в малых группах, где уже с первой или со второй недели я смогла попробовать себя как психолога. Да, конечно, мне это было сначала непонятно. Всё было для меня новое, много материала. Но это дало мне возможность понять, что это меня наполняет, что мне придаёт консультирование, придаёт мне какую-то энергию, интерес к жизни. И, собственно говоря, у меня началась новая жизнь. Уже после пяти месяцев обучения у меня появился первый клиент. И сейчас я точно приняла решение, что я буду развиваться в области психологии. Большое значение имеют мастер-классы, на которых можно задавать вопросы, которые возникают во время обучающего процесса, а также вопросы, которые возникают во время консультирования клиентов. Это тоже очень огромный плюс. В общем, атмосфера в школе какая-то живая. Идёт постоянное взаимодействие. И это очень вдохновляет и помогает не опускать руки, а, можно сказать, даже держаться на плаву. Что я получила после обучения? Я получила даже больше, на что рассчитывала и чего ожидала. И всё-таки нашла своё предназначение. Я нашла то, что действительно мне чем интересно заниматься. Мало того, это меня очень вдохновляет. Это мне придаёт энергию. И я после обучения также смогла, можно сказать, стать другой я, да, новая я, как говорят. Что я приобрела те качества или проработала те качества, которые у меня были скрыты. я поменяла отношения вообще как к окружению. Я поменяла отношения к некоторым событиям и тому подобное. То есть у меня, можно сказать, поменялись все сферы моей жизни. Это меня очень вдохновляет и очень радует. И если у кого-то возникают какие-то сомнения малейшие, идти на обучение, не идти на обучение, однозначно, даже если вы этого, в процессе обучения, даже если вы этого сильно не будете хотеть, вы все равно после обучения будете другим человеком. Действительно, жизнь до начала обучения в школе и после делать, можно поделить на до и после. Я хочу пожелать Кристине и коллективу роста, процветания и вдохновения. И выразить огромную благодарность еще раз за возможность поучаствовать в таком проекте, за возможность получить колоссальные знания, за возможность реализации, о которой мечтаешь долгие-долгие годы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова